Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня будет очень красивая подборка летних платьев. Я, проживая в Италии, заметила, что в летних платьях самый важный не фасон, а именно ткань будет отличать действительно летнее платье, рассчитанное на жару. В Италии даже есть понятие летний хлопок и летний лен. Это очень тонкие, практически полупрозрачные материалы, которые позволят вам себя достаточно комфортно чувствовать, когда на улице действительно жарко. Первое платье как раз таки выполнено из тончайшего хлопка. Это платье Фабиано Филиппи. Оно есть также в белом цвете и в очень красивом необычном розовом персиковом цвете. До меня клиентка в элегантном возрасте купила такое платье. Да-да, вы не ослышались, платье с открытой спиной приобрела итальянка. По всей видимости, очень модная и очень фэшн-смелая. Я ее не видела, мне рассказали Елена и Лариса, которые сегодня меня любезно переоденут. Следующий комплект это блуза, которую я уже частично показывала и джинсовая юбка. Юбка мне слегка велика и такое может случаться во время примеров, что нет твоего размера. Съемка происходит, как правило, в разгар сезона. Я не всегда успеваю прямо-таки на завоз и могу сказать, что некоторых размеров их уже просто нет. Шитье в этом сезоне очень популярно, оно представлено во многих марках. Такие вещи выглядят очень дорого, потому что это действительно дорогое производство. И такие вещи в коллекциях могут себе действительно позволить лишь бренды, которые ориентированы на определенный ценовой сегмент. Это блуза от марки Альберто Ферретти. В этом сезоне было представлено большое количество укороченных блуз, укороченных рубашек и мы можем их не заправлять, а носить на выпуск с брюками, либо юбками высокой посадки, либо средней. Кстати, высокая посадка и средняя до сих пор сохраняются, несмотря на то, что на подиуме уже была показана низкая посадка, брюки и юбки с низкой посадкой. Все-таки в большинстве своем посадка средняя, либо высокая. Следующее платье, безусловно, выглядит очень скромно, но оно рассчитано как раз-таки на жару, которая бывает в Италии. Это платье Фабиано Филиппи, выполненное из хлопка. Характерная деталь на вороте говорит о том, что это платье как раз-таки было произведено этой маркой. В таких платьях очень комфортно в жару. Платье выглядит очень расслабленно, но, безусловно, это очень комфортный городской вариант на летнюю жару. Следующее платье выполнено из футболочного трикотажа. Это органический хлопок и снова Фабиано Филиппи. А наверх мне предложили вот такой бомбер, тоже трикотажный. Трикотажные изделия у Фабиано Филиппи традиционный, именно для летних коллекций. Очень много платьев выпускает Фабиано Филиппи из такого комфортного футболочного хлопка. Следующее платье также Фабиано Филиппи. Во время примерки я оценила его крой. Это платье не теряет своей пышности во время движения. Удивительно скроено. Опять же, такой крой обеспечивают и качественные материалы. Я всегда говорю, что для меня Фабиано Филиппи это прежде всего мастер очень красивых цветов и очень красивых тканей. Повторюсь, это подборка платьев, рассчитанных на жару и рассчитанных на все-таки городской дресс-код. И могу сказать, что в Италии подобные платья практически всегда без рукавов, либо рукав короткий, минимальный. В Италии в любом возрасте не принято скрывать свое тело. И считается, что если жарко, тебе должно быть комфортно в любом возрасте. И, соответственно, платье на тонких бретельках, сарафаны, либо платье без рукавов. Это то, что мы часто видим на городском стритстайле. Когда очень и очень жарко в Италии. Следующее платье 100% итальянское. Итальянки очень любят такие платья, носят их в любом возрасте. Я до сих пор к таким платьям не привыкла. Как правило, это платье вот такое. Оно немножечко напоминает стиль Джеки Кеннеди. По крайней мере, для меня с соответствующей обувью. Возможно, на плоском ходу и остроносы, как сейчас на мне. Эти платья всегда без рукавов. Всегда вот такой длины середины колена, который, на мой взгляд, является не всегда меня украшающей. Я предпочитаю либо подлиннее, либо покороче. Но могу вас заверить, что это самый популярный силуэт и фасон платья здесь, в Италии, если говорить о летних платьях. Такие платья предлагают очень многие бренды. Я бы сказала все, кто так или иначе пополняет свои коллекции летними платьями в летний сезон. Интересно, что и следующее платье также не имеет даже короткого рукава. Повторюсь, это особенность здесь, в Италии, не прятать ни кусочек своего тела. И ткань у этого платья тоже очень легкая, струящаяся, комфортная для абсолютной городской жары. Льна не бывает много. Следующее платье изо льна. Это также очень тонкий и комфортный для жары лен. Это платье также характерного и любимого в Италии силуэта. Посмотрите, какая длина. Повторюсь, у летних платьев длина очень часто именно середина колена. Платье можно носить с поясом, можно носить без пояса. Безусловно, такие варианты мы увидим на стрит-стайле летом. Следующее платье тоже силуэта абсолютно итальянского. Возможно, этот силуэт покажется многим непривычным, но такие платья абсолютно комфортные, позволят вам с комфортом путешествовать, возможно, посещать музеи, если вы собираетесь в туристическую поездку. И такие платья очень сложно встретить где бы то ни было, кроме Италии, потому что, как правило, они не закупаются. Повторюсь, такие платья, которые показываю вам сегодня и которые Лена и Лариса предоставили мне для примерки, это очень итальянские и очень любимые здесь в Италии варианты платьев. Продолжение следует... Следующее платье, это платье Фабиано Филиппи с характерной деталью. Кулиска присутствует очень часто на летних платьях именно Фабиано Филиппи. Платье свободного кроя. Платье свободного кроя. Последнее платье в этой подборке, оно слегка мне велико. Это платье Альберто Ферретти, безусловно, городской вариант летнего платья. Многим подойдет даже для офиса. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю магазин Лакшери Хаус за предоставленную возможность примерки таких красивых платьев. На сегодня с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok